всем привет друзья хочу вам показать как выглядит мой сад вот сейчас последние дни осени конец ноября а вот сейчас я покажу у меня сидит на окошке вот наша дуся кто ее помнит видите по ту сторону ну что я могу сказать последние дни вот так вот пасмурно практически самого утра вчера был сильнейший туман сыра зимы у нас пока что не было в украине может быть кое-где был небольшой снежок в киеве снежок был а здесь практически у нас и не было обычно ноябрь месяц генеральный месяц генеральной уборки что-то мы вырезаем вычищаем листья вот здесь я сейчас вам покажу мои розы видите я их так сказать окучила не окучила но прикрыла отсветшими чернобривцами вот когда они у меня есть я обычно такие вот укрытия небольшие делаю с тем чтобы если выпадет снег она как-то больше сохраняла тепло вокруг роз естественно кое-где уже ветерком немножко эти укрытия разбросала смотрите здесь розочку подрезала подокучила землей какие-то другие способы окучивания я не использую потому что про сейчас практически пол зимы вот такая погода у нас последние годы у нас нет сильных морозов если там и бывает в феврале то в принципе розам у достаточно и такое кучки за исключением предыдущего сезона но это масса была факторов из-за чего розы многих погибли в том числе и такая длительная теплая зима в конце с морозами сейчас укрывать чем-то более серьезным нельзя иначе все выпреет вот у нас сегодня до 10 градусов тепла сейчас может быть 9 здесь я подокучила гортензию посаженную осенью смотрите какие красивые листья это бадан бадан здесь у меня вот но видите следы так сказать генеральной уборки убирали виноград да вот здесь в этом месте у нас была шпалера с виноградом с таким обычным виноградом темно-синим вон как там выше у соседей на арке в селе у многих такой виноград его практически никто не собирает от него мусор и особо толку нет вот здесь у меня была арка кто помнит мои видео предыдущие и мы его убрали здесь у меня осталось место от столба и по весне здесь будет что-то посажено сейчас мы поставили табуретку потому что чтоб не споткнуться в этой ямке вот видите следы вычистки листьев вот сорняков много было убрано в этой части ну и тут я посадила у меня были в горшочках вот такие маленькие сосенки привезенные из леса две были в горшке все лето и я их вот сюда пересадила вдоль забора ну посмотрим разовьются не разовьются на следующий год сосны долго приживаются сидят практически без движения потом уже набирают свою силу ну тут у меня такая вот розочка я видите ее земли было побольше тут окучила выше ее вот кустовая даже я не срезала ее и не все розы срезают чайно-гибридные а это какая-то ну это не чайно-гибридная роза поэтому я оставила ее повыше ну и есть такая теория что когда мы оставляем вот эти вот шиповнички на розах это способствует лучшему сохранению зимой вот также здесь смотрите вот у меня какие шиповнички то есть практически я не сильно тут переутруждалась немножко подсыпала земли здесь вот у меня там где маленькая розочка я еловую ветку положила тоже как с целью утепления вот так ничего принципе сложных каких-то действий не проводила опять же последний месяц это генеральная уборка это в основном уборка листьев сорняков пережигания мы здесь пережигаем периодически сейчас конечно связи с тем что такие влажные дни то туман и и дождь и не дождь не по не пойми что и получается все сырое не подожжешь ну а вот розочки видите какие они уже несчастненькие страшненькие но тем не менее вот они на моих кустах а тут вот даже остатки бутонов ну солнца мало поэтому хоть дни были и не слишком холодные но видите оно как законсервировалось в таком состоянии и конечно уже вряд ли она распустится вот одно загниет скорее всего в таком виде но ничего придет весна лето и будут у нас опять розы все еще будет да ну вот тут все по старому убрано разобрано лаванду я буду обстригать по весне не стала ее обрезать дабы не стимулировать ее рост дни теплые поэтому не стала ничего делать с лавандой тут посадила немножко луковичных вот для себя так оставила эти бумажки ну карт с картинками это такое дело перегниют за за время зимнее но за домом принципе вот все тоже вот мои угодья скажем так все почищено убрано довольно таких мрачно ну извините такие дни последние как есть так есть солнышко не было чтобы более красиво это все дело преподнести к сожалению вот радуют меня мои сосны которые я вырастила особенно во влажную погоду проходишь и чувствуется вот этот вот запах хвои очень приятно да ну что еще мы делали вот кстати след от выжигание листьев мы привели в порядок еще не всю правда ну вот малину повырезали сухие вот он наш помощник неизменный выжигали сухие стволы лишние укоротили вот это до сих пор кустики и получается так малина ремонтантная на этих будет в начале сезона на старых ветках а из-под земли еще пойдет новая поросль это уже будет на осень тоже вот тут я две посадила сосенки вот здесь тоже пусть будут не знаю вырастут не вырастут это мне сосед тоже с леса привез как-то они по грибы ездили и привезли мне сосен вот я посадила посмотрим что приживется что нет вот а зиквид заглядывает туда курочкам там у нас курочки у соседей вот петушка нету того красивого он умер вот осталось тут несколько курочек у нас вот а петушок заболел и умер к сожалению я уже его не показывала чтоб не расстраивать людей сама была расстроена его плачевным видом вот они тут благополучно пасутся ой я вам скажу друзья конечно неплохо бы чтоб уже подморозила потому что просто идешь и ноги вот когда такая свежая земля разъезжаются все это в дом собаки мои несут особенно вот этот вот друг все несет мне на веранду на кухню так ну что мы еще тут делали вот мои кусты смородины то старые старые кусты уже им очень много лет тут мы что-то обновляем что-то видно не видно а вот ну и что мы сделали эту всю траву поубирали вокруг и железным купоросом я обрабатывала от болезни про железный купорос у меня видео было и я упоминала уже и в октябрьском про железный купорос что осенью лучше им обрабатывать вот я это сделала я это сделала он друг мой пошел гулять надо его не выпускать из поля зрения чтоб он не ушел туда к соседям зигфред иди ко мне как бежит ко мне ой не сбей меня а ну еще такой огромный кусок работы это был сбор орехов вот мы наверное собираем месяц если не больше все время падали новые с дерева листья тоже вот тут выжигали видите следы вот там дальше наше поле у соседям мы отдали вспахали будут что-то по весне сеять вот тот то чего не было в предыдущем видео вот выжгли мы там то что после орехов у нас оставалось много веток по разжигая пожигали и вот теперь тут будет поле вам вот край деревья они видно плохо конечно мрачное такое темное видео но это сейчас это три часа дня чтобы вы понимали это не синить не пять даже часов ну вот так вот если бы еще дни были солнечные не так было бы темно вот а с утра туман тоже зигфред что ты тут кушаешь он любит у нас орехи разгрызает и там добывает сердцевинку пошли повырезали много таких деревьев дички вишни у нас были вот тут целый еще ворох на пережигание веток елочки вот наши тут тоже я знаете для себя поняла что если бы я самого начала сажала сосны и елки у меня тут уже был бы сосновый бор не столько я нуждаюсь в этих фруктах по большому счету с ними вечная проблема особенно с вот этими абрикосами сливами влаги не хватает они осыпаются до созревания и как бы ну вот дерево слива тому примерно плодов с него мы как бы не увидели пока вот так что друзья извините что так темно но такие у нас сейчас стоят погоды ну ближайшее время обещают уже ночью минус 3 3 днем через неделю и того ниже и дожди с мокрым снегом ну вот посмотрим влага конечно нам необходимо пускай вот ну и уже наверное все таки потихоньку будет начинаться зима пока что видите мы ходим сегодня в 10 градусов совсем легко одеты нет необходимости утепление и в саду в том числе ну что зикрит скажи всем пока пока скажи всем пока пока зрители да мой красавец мой хороший да все мой хороший всем пока хочется мной играть все желаю всем хорошего настроения несмотря ни на какие пасмурные дни плодотворные работы в саду и и до следующих встреч пока